Она такая грозная. А что, если она меня не примет? Что значит не примет? Если она хочет попасть в нашу европейскую семью, она обязана принять тебя. Таковы условия, поэтому иди. Ну хорошо, я пошла. Здравствуй. Что тебе надо? Теперь я буду у тебя жить. Теперь ты и твои граждане должны будете соблюдать права всех гей, фейсбиянок, небинарных личностей, трансгендеров и тому подобное. Да в общем, в силу прекрасного, что есть в нашем Европейском Союзе. Нет. Какая-то неприступная хулиганка. Если ты хочешь попасть в Европейский Союз, ты должна принять меня. Более того, ты должна заставить своих граждан принять меня. Я тебе объясню. В Грузии красивые грузинские мужчины и женщины. Что-то я даже представить себе не могу, что один красивый темпераментный грузинский мужчина любит другого темпераментного грузинского мужчину. Я представила себе великолепная картина. Будешь хорошо себя вести, это и будет твоё будущее. Так, следующий закон. Запрет на пропаганду любых ЛГБТ-проявлений. Что? Мама, мамочка, давай, девочка, кто тебя видел? Она не хочет принимать меня. И, мамочка, сегодня я не девочка, я ощущаю себя мальчиком. Конечно, конечно, как скажешь, мой мальчик, как ты себя ощущаешь, так я тебя и воспринимаю. И помни, я не твоя мама, я родитель номер один. Родитель номер один? Принять закон о запрете ЛГБТ-пропаганды срочно. Что ты делаешь, что в таких ТЭПах никогда не попадёшь в нашу европейскую семью? Ну, вообще-то, Грузия, там еще я думала, что Евросоюз это экономический союз. Оказывается, чтобы вступить в ваш этот союз, я обязана продвинуть ЛГБТ-повесточку и навязать ее моим грузинским гражданам. Это не в нашем менталитете. Теперь стоит задуматься о целесообразности вообще вступления к вам. Как ты смеешь такое говорить? Вступление в Европейский союз это привилегия? От такого не отказываются. Ну, значит, Грузия будет, так сказать, первопроходцем. Что с тобой происходит в последнее время, Грузия? Я просто хочу, чтобы моя страна процветала, и у меня было здоровое общество. Но ведь со мной, со мной у тебя может быть все это. Вот посмотри в Украину, посмотри, сколько она сил вкладывает, чтобы вступить в нашу европейскую семью. Дай гроши, дашь, дашь гроши. Увеличайшая, дай гроши, гроши. Разрешишь, разрешишь, дай гроши. Ну, какая умница. Еще никто не приносил столько жертв, чтобы быть с нами. И ты, если будешь стараться, то будешь такой. Мне надо отойти. Россиюшка родненькая, помнишь, как мы с тобой хорошо вместе раньше жили? Ой, гляньте-ка, пошла сжать руку стране-террористке. Слышишь, лучше сжать руку России, чем облизывать подошву США. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова